Добрый день. Позади первая нелегкая карантинная неделя. Нам пришлось ввести режим самоизоляции и приостановить работу многих предприятий. Было ограничено движение транспорта. Мы ввели пропуска для работающих, чтобы уменьшить количество людей на улице и снизить риск заражения. Сегодня мы констатируем рост заболеваемости коронавирусом, но он не взрывной. Благодаря вашей сознательности и профессиональным действиям медиков, силовиков и всех, кто обеспечивает жизнь и деятельность региона, нам пока удается контролировать ситуацию. Но это не значит, что можно расслабляться. Все очень серьезно. У нас 7 условных и 5 подтвержденных диагнозов. Один из пациентов находится в очень тяжелом состоянии. Ему проводится искусственная вентиляция легких. Прогноз неблагоприятный. Общежитие, где проживает его семья, изолировано. Пик заболевания еще не пройден. Сейчас количество инфицированных будет возрастать. Так же, как и риск заразиться. Каждый должен вести себя так, как будто он инфицирован. Это простой и эффективный способ защитить близких. Справедливо беспокойство бизнес-сообщества. Экономику надо сохранить. Но если не удастся сохранить людям жизнь, никакой бизнес уже не понадобится. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, мы продолжаем готовиться к худшему и сохраняем карантин. Но ради поддержания экономики и в четком соответствии с рекомендациями федерального правительства, мы корректируем ограничительные меры. Защита жизни граждан и поддержание экономики – это главные приоритеты. Во-первых, помимо работающих граждан с пропусками, мы разрешим ограниченное передвижение для решения самых острых вопросов, таких как, например, уход за маломобильными родственниками. Во-вторых, мы восстановим с понедельника движение пассажирского транспорта по старым маршрутам по предъявлении пропусков и при строгом соблюдении правил санитарной обработки. В-третьих, мы усилим меры социальной защиты населения. Ресурсоснабжающим организациям будет запрещено отключать жилье и предприятие даже в случае задолженности. Льготы продлеваются автоматически. В-четвертых, мы ведем переговоры с банками о предоставлении нулевых кредитов бизнесу на выплату заработной платы. Планируется реструктуризация задолженности и отсрочки на уплату процентов по действующим кредитам, населению и бизнесу, пострадавшим от пандемии. Нами разрабатывается план поддержки ключевых отраслей экономики и малого бизнеса. Предлагается снижение налоговой ставки для работающих на упрощенной системе налогообложения. Вводятся отсрочки по уплате налогов, сборов и взносов в соответствии с положениями федерального законодательства. Составлен четкий перечень предприятий, которые смогут возобновить работу в том числе в сфере энергетики, транспорта, строительства, сельского хозяйства и жизнеобеспечения. Дорогие астраханцы, расслабляться рано. В рамках срока, отведенного указом президента до 30 апреля, у нас есть возможность маневра. Когда и как будут изменяться карантинные меры, зависит от всех нас. Все мы своей работой и своим поведением напрямую влияем на эпидситуацию. Желаю нам всем настойчивости, сил и терпения. И будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова